Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. До начала летнего сезона, 94 дня, мэр Анапы Сергей Сергеев призвал чиновников начать работать не на словах, а на деле. Мусорные площадки без контейнеров и странная система нормирования. Непонятная ни власти города, ни анапчанам. В системе вывоза мусора сплошная грязь. Молодежь Анапы поддерживает здоровый образ жизни и призывает всех заняться спортом. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Проблема вывоза мусора в Анапе зашла в тупик. По новым нормам число мусорных контейнеров на площадках сократили. Анапчане недовольны. Специалисты управляющих компаний ничего не объясняют. И куда теперь выбрасывать мусор, если нет контейнера, тоже не ясно. Вокруг вывоза мусора в нашем городе один скандал за другим. На свое усмотрение, ни с кем не посоветовавшись и не поставив людей в известность, управляющие компании убрали мусорные контейнеры с контейнерных площадок. Анапчане выносят мусор в привычные места. Мэр Анапы Сергей Сергеев возмущен ситуацией в целом. Сегодня я вижу мусорные пакеты. Рядом с одним контейнером, где стояло четыре, мы идем в СИЗО. Мы что хотим? Превратить мусорную свалку в угоду кому-то? Придите, скажите, Сергей Павлович, вот расчет, вот пять пятиэтажных домов, которые четыре контейнера заполняли, вот их оплата, которая поступает, и вот количество кубометрового мусора, которое мы вывозим. Значит, никак не бьется. Мы доплатим из бюджета, в конце концов, если это будет обосновано. В районе Малосемеек на улице Лермонтова убрали контейнеры с площадки. До этого стояло четыре контейнера для мусора. Жильцы многоэтажек жаловались. Контейнеры все время были переполнены, а на самой площадке был мусор. Четырех контейнеров для всего мусора не хватало. Удивительно, но когда убрали контейнеры, стало чище. Привозят посторонние даже, неизвестно, какие машины сюда складируют. Привозят много мусора, приносят. Вот, кооперативный дом, вот я же вам объяснила, мужчина шел, я говорю, вы же мимо идете контейнеры, чего вы наш несете. А он говорит, не все равно, куда ложить. Там крышку поднимать. А там, да, здесь не надо. А так вообще стало хорошо, более вывозят регулярно. Вот, все, видите, чистенько у нас все, все три дома там. В микрорайоне на улице Крылова мусор вывозят по графику. Когда спецтехника выходит из строя, работники предприятия чистят площадку вручную. Два раза в день. Просто машина сейчас поломана. Во дворе у коммунальщика тоже, на первый взгляд, порядок. На каждый дом контейнер один. И на пять подъездов, и на три. Контейнер для мусора ставят по норме. Один для всех жильцов дома. Да это вообще ни о чем. А раньше было? Ну, три стояло. Вот здесь вот. Три. Ну, на все ваши дома? Да. И плюс прилегающая площадь, куда крупный мусор. А сейчас как бы все сваливает в одно. И рядом с контейнерами крупный кладут? Да. А куда его? Что же надо куда-то отдавать? Я смотрю, вот этот дом, вот у них не видно контейнера. Судя по всему, они все в наш складывают. Поэтому. Так, проходят мимо и закидывают. К обеду контейнеры полностью заполнены. Чего ожидать летом, когда людей в городе станет в сотни раз больше. Мусор станут выбрасывать на газоны, оставлять пакеты у тротуаров и рядом с урнами. Такой выход из ситуации нашли анапчане, проживающие в домах по улице Тургенева. Мусорные площадки завалены. Жители микрорайона за 50 лет привыкли выбрасывать мусор в контейнеры на этой площадке. Сейчас площадки нет. Потребность выбрасывать мусор не исчезла. Кто сегодня виноват в проблеме с вывозом мусора и что делать дальше? Специалисты управления ЖКХ разбираются и пытаются найти решение. Напомним, до начала сезона осталось 94 дня. Время на решение проблемы пока еще есть. Если начать заниматься сегодня. Наталья Пухальская, Станислав Фалько, Анапа, регион. Сотрудники администрации должны защищать права и интересы анапчан. Принцип работы администрации напомнил чиновникам мэра Анапы Сергея Сергеев на планерном совещании. И распорядился оставить служебные автомобили, чтобы заместители мэра и начальники управлений смогли оценить реальную обстановку в городе. И увидеть город так, как видят его анапчане и гости курорта. Сергей Сергеев напомнил сотрудникам администрации, в первую очередь их задача соблюдать и отстаивать права и интересы анапчан. Несогласных с такой политикой принудительно задерживать в должности не будут. Нет проблем. Не буду ущемлять ничьи права. Человек идет работать адвокатом. Есть нормы адвокатской практики и этики. И пожалуйста, работай, разъясняй решение, скандаль в процессе. Что хочешь делать? Но пока ваши сотрудники, наши сотрудники, ваши, я имею в виду, представляют мои интересы в суде и ходят по моей доверенности, они должны в первую очередь защищать интересы граждан. Это правило должно распространяться на все сферы – экономику, благоустройство, образование. Ответственные за каждое направление должны относиться к работе серьезно и вдумчиво, призвал Сергей Сергеев участников планерки. И распорядился оставить служебные автомобили. Так заместители мэра и начальники управления смогут увидеть, какие проблемы в городе стоит решать в первую очередь. Чистое неповиновение. Если мы отмазывались так вот, если сказать, что в Сочи там задействованы, то сегодня окей. Так дело не пойдет. Еще одно распоряжение – приводить город в порядок, начиная со спальных районов. Бордюры, тротуарную плитку менять, чистить и убирать постепенно к центру. И эта работа должна проходить без напоминаний и указаний от мэра Анапы. Где новая плитка? Где зеленение? Где новое строительство? В том числе для нуждающихся. Где детские сады новых мест? Хватит. Давайте вот компоновать и рассказывать. То, что я вчера увидел в спортзале возле шестой школы, это только можно так образно назвать спортзалом. И там занимаются дети. И вот этих 68 миллионов хватит на 168 таких спортзалов, чтобы починить. Куда мы их деваем? Долги там еще. Я долгов этих не накапливал. Хватит. Враг закончился, март начался. Мы ямочный ремонт не делаем. У нас город в ямах, населенные пункты в ямах. Мы не делаем твердого открытия в сельских населенных пунктах. У нас ни один глава не знает, сколько денег он будет иметь. Но не он, а сколько денег будет на округ выделено на то, чтобы починить дороги, починить освещение. Вот о чем надо разговаривать. Хорош. Хорош. Рассказывать под камеру, что мы тут собрали на 68 миллионов больше. Если бы мы сказали, что мы на 68 миллионов больше вложили в благоустройство, в том числе и сельских населенных пунктах, вот тогда надо аплодировать. Простой вопрос экономии тоже потребовал детального рассмотрения. Хороший хозяин не будет платить лишние средства за перерасход энергии. Но не все хозяева в Анапе это понимают. В бойлежной стоит унитаз. Жара невыносимая, вторую дверь открыли. Для чего? Чтобы прохладнее было. Но мы же так платим за это, понимаете? Мы за тепло платим денег. И довольно серьезно. Есть тепло, где можно поставить... Вернее, есть кран, только на нем бирки нет, что можно закрыть и не будет поставиваться в дневное время при температуре плюс 18 помещения. Я в этой школе видел это все прошлой весной. Сергей Сергеев потребовал относиться с уважением к памяти и подвигам героев, привести в порядок мемориалы и прилегающие территории. В спальных районах, где это возможно, разбить парковые зеленые зоны. Оставлять благоустройство города в таком состоянии, как оно есть сейчас – преступление. Заместитель мэра Анапа Алексей Харитонов распорядился начать работу по ремонту перекрестков и бордюров в ближайшее время. До летнего сезона осталось три месяца. К 1 июня все работы по благоустройству должны быть завершены и поддерживаться по мере необходимости. А для этого необходимо каждый день контролировать санитарное состояние и порядок на улицах в центре курортной зоны и в спальных районах. Сергей Сергеев подчеркнул, все ответственные будут нести персональную ответственность за выполнение и тем более за невыполненное поручение. Об организации патриотической работы доложил заместитель мэра Сергей Козлов. Анапчанам есть чем гордиться. За месяц провели 357 мероприятий в рамках военно-патриотического воспитания молодежи. И каждая беседа, праздник или встреча с ветеранами прошла на высоком уровне организации и понимания. Наталья Пухальска, Александр Кореневский, Анапа-регион. На планерном совещании мэр Анапы Сергей Сергеев дал высокую оценку организации патриотической работы. Есть чем гордиться. И в подтверждении по инициативе Совета молодых депутатов в станице Анапской состоялось заседание круглого стола на тему о патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи. В обсуждение приняли участие депутат Законодательного собрания Края Николай Иванюшкин, молодые парламентарии, ветераны и молодежь. Перед началом работы круглого стола детская телевизионная студия «Калибри» представила несколько телевизионных программ собственного производства на тему Сочинской Олимпиады и патриотический фильм, в котором дети рассказали о нелегкой жизни ветеранов в военные и послевоенные годы. Также презентовали сайт «Историческая тропа города воинской славы», которые сейчас наполняют историческими фактами о ходе войны и ее участниках на территории Анапского района. Поработав небольшой группой, у нас есть уже небольшие наметки. Мы зарегистрировали момент, разбили приблизительно все это по группам фотографий и археологии. То есть вот такими вот окошками. Там, где у нас люди, это все наши ветераны, все наши герои. Молодежь внесла предложение. Нужен новый подход к работе с ветеранами и к воспитательной работе в учебных учреждениях. Ветеранов решили окружить повседневной заботой. Внимания и поздравлений время от времени мало. Обсудили проблемы содержания памятников и мемориалов. Памятные места, увековечившие подвиг героев, должны выглядеть достойно каждый день. Для этого необходимо включить их в перечень муниципальной собственности. Они, я даже не знаю, стоят на балансе или нет. Есть ли вообще кадастровое что-то, землеотвод и прочее. Вы понимаете, вот это тоже. То есть каждый памятник, он имеет в себе цену. По памяти этот вопрос у нас остался на контроле. И обязательно, мы пообещали, обязательно окажем помощь. И специалистов найдем, как привлечь, и деньги найдем на это дело. Депутат ЗСК Николай Иванюшкин принял участие в премиях, поддержал предложения молодежи и обещал не только содействие, но и свое личное участие в реализации мероприятий патриотического и духовно-нравственного воспитания в городе воинской славы Анапа. Вадим Родин, Анапа-регион. Молодежь Анапы – законодатель мод на здоровый образ жизни. Активные, здоровые и спортивные студенты вузов Анапы приняли участие в легкоатлетическом пробеге. Акция прошла в поддержку Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Молодежь Анапы говорит «нет» наркотикам. Студенты высших и среднеспециальных учебных заведений приняли участие в легкоатлетическом пробеге в поддержку здорового образа жизни. Мы эту акцию проводим уже второй год подряд. Стараемся проводить не только 1 марта, но и 1 декабря, когда весь мир включается в мирный день борьбы со СПИДом. Ну и также стараемся собирать студентов почаще, чтобы привлекать их к массовым занятиям спортом и в частности к легкой атлетике. Первокурсница Сочинского университета Дарья Ефимова в этом году решила поучаствовать в общем пробеге. Спортом занимается уже давно и призывает всех анапчан задуматься о здоровье и заняться спортом. Вариантов поддерживать спортивную форму много. Я очень хорошо отношусь к здоровому образу жизни и активно занимаюсь спортом. Я занимаюсь танцами, спортивным туризмом, фехтованием, конной ездой и прочими укрепляющими моего тела тренировками. Стартовали участники пробега от Малой Бухты и пробежали вдоль набережной до Белой Шляпы. После финиша всех участников ждал сюрприз, подготовленный организаторами – фитнес-зарядка. Они делают зарядку, а так как мы ноги разграли, а все остальное число, у нас все. Не можете спать, конечно, мы сейчас разомнемся. Я считаю, эти акции нужны для пропаганды здорового образа жизни, чтобы показать, что помимо наркомании, помимо сигарет, помимо алкоголя, есть более альтернативные методы веселиться, хорошо проводить время с пользой для здоровья. Цель таких антинаркотических акций – призвать жителей и гостей города к здоровому образу жизни. После физической нагрузки, пробежки или зарядки мысли о вредных привычках не возникает. Алина Гумерова, Максим Лагоша, Анапа. Регион. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду 5 марта в Анапе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 11-13, ночью до 10 градусов тепла. Ветер южный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы плюс 8 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин